Приветствую вас. В данном случае мне представляется важным, чтобы вы для себя определили, знаете, вот какой момент, почему то, что вы делаете для человека, например, оборачивается для вас потом негативом, то есть вы для человека что-то делаете, а вам потом больно, больно, что вы для него делали много, вот. Поэтому мне кажется, что вам надо бы научиться делать для людей что-то, чтобы не было как-то вот обидно или не было как-то неприятно, чтобы вы не чувствовали, что человек вам что-то должен, к примеру, да, вот, чтобы вы, если что-то делали для кого-то, то чтобы это было максимально здоровая такая вот позиция. Вот. И на мой взгляд это важно. Это вообще ваша проблема, что вы не можете, а, значит, ну, делать что-то для, что-то спокойно, что-то независимо от реакции другого человека. Вот. Поэтому тут вот такой момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Внимание. Следующее, что вы описываете. Подписываете. Представляете себя. Созависимые отношения. Вот. Созависимые моменты. Вы описываете, по крайней мере, их. И если есть надпис, то есть вот, ну, в данном случае, это ваш, ну, ваш мужчина. Вот. То есть вы, в данном случае, жертв. Вот этого. Человек. И, соответственно, вам необходимо для себя определить, по какой причине вы являетесь этой самой жертвой. Как вы сказали жертвой? Для чего вам нужны эти отношения? Ну, зачем они вам нужны? Вот. Эти отношения. Для чего? Это то, на что вам нужно обратить свое внимание. На мой взгляд, по крайней мере. Вот. Собственно, эм... Ваше... Ваше отношение... К эм... К мужчине, да? Вот. Ваше отношение... К эм... К мужчине, да? Вот. Человеку... Является здесь... Ключевым. Вот. 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 Вам нужно... Разобраться в себе и... Постараться увидеть то... Ну, чего... Чего вы... Вообще... Хотите... Здесь... Здесь... Вот. Вот. Это вот. Это вот, эм... Собственно... То, на что, в первую очередь, вам нужно обратить внимание. То... То, на... То, на что я спаю, вам нужно обратить внимание. Пое. Все. Теперь. Нарцисс и шоу. По классике жанров от всех белых феноментов и... Ну, откуда вы знаете, что... Человек-нацисс... Для меня остается... Нек... 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 Загадка. О... Может быть. Что... С distint... К... Можут быть. Может быть. Эм... Вы... Эм... Привели... Ага... Диагностику? Конечно. Может быть. Но мне все же кажется, что диагностику должен проводить специалист, но никак не вы. Вот. То есть извините меня, конечно. За это, да, за эти слова, может быть вам это будет неприятно, но мне кажется, что вы несколько спешите назвать человека нацистом. Вот. Поэтому я думаю, что спешить здесь не нужно. Вот. Именно спешить не нужно здесь. Вот. Спокойно разобраться в том, что это человек, что из себя представляет, что он делает. Вот. Как он себя ведет. Вот. И соответственно уже с этим разбираться. Дальше. То, что вы виноваты вообще, ну по классике, да, как вы говорите, это возможно. Это возможно только в том случае, только в том случае, если вы, ну принимаете на себя ответственность за то, что вы делаете. То есть если вы сами берете на себя ответственность за эту ситуацию, то то да, в таком случае, конечно, вы можете быть виноваты спору. Спорить с этим, наверное, нет смысла. Но если вы сами на себя такой ответственности не берете, то никто виноват тебя сделать не может. Даже тот же нацист, при, вот, при том условии, что он может, ну в силу того, что у него происходит определенный процесс, он может обесценивать вас, обесценивать всех, кто ему, там, дорог и прочее, прочее. Вот. Все равно, ну не будет достаточно ресурсов для того, чтобы вас обвинить. Обвинить вы можете только себя сами в этой ситуации. А в данной ситуации, и момент, и момент, и момент, в этом есть сейчас сразу, он любит все контролировать, чтобы осознал, я ему не сказал, что вызвала такую девочку, я никуда не ездил, увидела в телефоне заказ, сразу не сказал и испугалась реакция. Ну здесь у него, однозначно, не совсем здоровые отношения, потому что, с одной стороны, он любит контролировать, вы подчиняетесь, да, вот. И вы боитесь его реакцией, все это не доверят. В прессе расставание я его послал, а в итоге ему надо было 7 недель, чтобы прийти извиниться и сказать, что был неправ, и он меняется, так как потерял, все извинился, но мы же понимаем, почему это произошло, его задел, что ушел, не он сам, остался один вариант. Потому что, мне кажется, вы уже очень много рационализируете, она здесь вам рационализация не помогает, все вернуты круги своя, правильно. В общем, про его победителя рассказать не стоит, нет, конечно, не все так ужасно, как пишут в источниках, но 70% абьюза и нацизма есть, это факт, в итоге там они выходят назад. Так, а вы хотите быть с этим человеком? Зачем? Если 70% абьюза есть и нацизм, зачем вам такие отношения? Он мне не поменяется, пока вы будете его принимать, так где-то, принимать таким, вот. А вы скажете радоваться, в этом нет смысла, но мне неприятно, если я много сделал для человека, но браться нереально, а он даже заслужить не стал. То есть, вы хотите, чтобы он вернулся, а только потому, что вы для него много чего сделали, и вам обидно, что он не стал вас слушать. Вам поэтому хочется, чтобы он вернулся, или что? То есть, пока что вы описываете созависимые отношения достаточно сильно, и работать вам, наверное, нужно именно в этом направлении. Чтобы, ну, выходить из созависимых отношений, решать свои трудности, решать свои проблемы, которые у нас есть, свои противоречия и так далее. Вот, это, пожалуй, самое важное, самое важное здесь. Вот, ну, в принципе, всё на этом. Я надеюсь, что это было вам полезно. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Надеюсь, что вы обратитесь за помощью, если не будете справляться сами. Спасибо.